Всем привет, народ, сегодня начинаем проходить Гранд Зерест, второе дополнение, оно же финальное, к Вейку 2. Чет, карфанкл, чек, thunder, чек. Кронумал, чек, зор, чек, ром, чек. Детелл, чек, attention, all capital ships, deployment phase complete. Fall back from orbit and wait for retrieval. Outstanding, good luck, Marines, see you on the ground. Ром, get your ass back in line. I gotta touch ground, drop the oil with me, throw me. Чек, what the hell was that? Heads up, y'all, I'm breaking formation. Hee-haw! Checking up a big ass powers. Блядь, здесь как бы, за роман оказался. Something very wrong. Power generator increasing the plan of gravitation. У меня человека, по-русски. А это, как-то называется, вот такая ненавидчивая рейка, пепланный. Fall, fall. It's just, well over. We'll never make the LKs, we're blue. Хорошо едет по дорогам в Европу или садит по дорогам, по дорогам в Сочи. The DS-404. We'll provide couple of fire for the LKs. The DS-404. You heard the man. We'll have our camera touchdowns. Start your final approach to you. Someone in your field, sir. Someone in your field, sir. What's wrong with you? Kai-vich, здравствуй! Я, вообще-то, единственное что с гарнитурой. Ну да, сам нормально всё. Это у тебя с ушами чё-то непорядок? Да, вот и фэ. Тебе, походу, из-за велик у тебя там, блин, чё-то случилось-то. Не, какое-то эхо. Снимается, нормально. Гулка. Я хуй знает, я настроек не менял, так что. Сейчас посмотрел один. Ну да, потому что я в скайпе нормально всё слышу. Он сказал звонить. Позвони ему в конфу. Ну, давай кинь его в конфу, чтобы не вылазить. Ну да, сейчас. А ты пипл ту дисков. Пи, плядь. Пипл ту генах. Я не хочу этого человека добавлять. Смать нахуй. Бля, 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 бля. Бля, Серёжа, почему ты на буквойестно? Пока тебя найдёшь, бля. Так...Всё. С одного бокса у другого верь, меня выдают. Охуеть, да не хочешь мне звонить, что я тебе так уж делал? Я тебя, блядь, по букве искал, сука, почему ты на спальне Сергеем, блядь? Зовы... Зовы... Нам Windows-хейтером пиши. Во, я зиний. Windows-хейтер. Новое ругательство, и я тебе папу приезжал. Да где ж этот Windows-хейтер, блядь? Слушай, на W, ты будешь там в самой жопе искать. Да пускай, то, блин, не знаю... А вообще, я тебя как назову, чтобы он был самым первым? Ну, это не сейчас, это потом. Да, Тони, велик затмил разум, и я просто доехал как царь вообще за 40 минут, блин. Вообще красота, блин. Просто...Единственная засада, то, что мне приходится проезжать мимо пары остановить, и оттолпятся люди. Вот. И они не умеют вовремя отпрыгивать, но это не важно. Просто дави их на хуй, короче. Вот я примерно...Ну, это похуй. Но главное, что, блин, сбылась мечта идиота. И что приятно, что мне реально обратно ехать проще, потому что там под горочкой получается. Все эти горки, они сделаны как-то так, что в сторону, когда работа едешь, то там... Ты спускаешься с горок, с крутых, а наоборот, получается, что ты там пару-тройку раз въезжаешь в такую крутотень, но зато потом едешь в достаточно долгое время просто так лихтедро, в свободе. Я могу себе позавидовать, потому что я уже заебался пегать в метро, толкаться с этими уродами. Они месцы скоро, сейчас уже осень начнется, и я уже не покатаюсь только в следующий сезон. Ну, все равно, блин, прям клево, клево мне нравится. Ну да, это единственный минус, что зимой не покатаешься никогда. Ага. Ой, короче, сущий кивич, я не знаю. Че? А, че? Это вон Тони говорит, что олигархи, блин. Да, какой олигархи ты, ебаный? Не, ну велик мне, конечно, обошелся, но, блин, с другой стороны... Ну, нормальный велик, нормальный, ну что это? Ну, сколько я? У меня, получается, за все про все я заплатил, ну, косарей 40, наверное. То есть это велик плюс... Ну, то есть деньги, не скажешь, что маленькие, ну, не скажешь, что какие-то, блядь, ну, не знаю, запредельные, которые никак в жизни нельзя накопить, учитывая, что это покупается не на один год, да, по идее там. Ну, хороший велик, он отходится от тридцатки и далее. Ну, в принципе, как-то так. Потому что говнище, ну, за двадцатый путь шутка на арку, блядь... Одно погнется, второе сломается, отвалится. Ну, подо мной... Я думаю, что вот эти вот переключения скоростей, это вообще какие-то, блядь, нахуй, блядь, вылетают с самыми первыми, по концу. Не, насколько я понимаю, первыми вылетают это самое... колёса. Ну, они просто тупо могут упакнуться, например. Ну, тоже вариант. Сама рама, блядь, из выборового линия, который, нахуй, блядь, подпрыгнул. Просто, блядь, поехал. Не, поэтому и брал дорогой, потому что я специально искал, как бы, это самое... Велик для жердяев, да, то есть там сразу пишут, что, типа, городской велик вообще не вариант. То есть, да, это дешево, но он просто мега ненадежный, то есть сама конструкция как бы не предполагает перегрузить там ничего. Ну, просто, да, говорят, что он просто складывается там после поезда, блядь, нахуй. То есть, у него там сразу спицы гнутся, врутся, колёса нихера ненадежные, в общем, всё жопа там. Вот, поэтому единственный вариант это брать вот этот вот, блин, я забыл, как всё называется, этот класс, короче говоря. Он, типа, такой, по пересечённой местности такой. Для даунхиллов, что ли? Ммм, не помню, у него какое-то двойное название там, честно. Ну, там как раз-таки это таунхиллы такие, с чём-то. Ну, да, наверное, просто запамятовал. В общем, короче, смысл в том, что он, как бы, изначально более прочный, поэтому... И у него, главное, скорости есть, да, в чём большой профит, что, как именно, на первой скорости, на самой мелкой так и тупящей едешь, при этом, как бы, сами механизмы, вот эти шестерни там, да, и всякое прочее, оно изнашивается не так сильно, вот. Потому что вес-то приходится тяжёлый проталкивать и всё такое прочее. А тут, как бы, если возможность, скорость поменьше поставил, и... У нас, конечно, с велосипедом приоднозначно на работе, ну, как бы... Ну, с перегрузками, скажем так, да, то есть это самое, да. Ну, да, поэтому в рамках города, как бы, вот, если чувак с большим весом, как бы, вот, садишься и, как бы, тебе не нужно париться о том, что, блядь, вот, сейчас под тобой сослужить. Ну, это не значит, что на нём надо скакать, как, там, идти к этому суда. Я вот представил, вот, ты ешь на велик, ешь, ешь, так вот, блядь, с бордюрчика съехал, блядь, и сделал сразу, что он такой, что тебя поджёпать. Ну, что за так, че пор, блядь. Это пиздец. Ну, вот. А здесь, как бы, всё ништяк. То есть, получается, сам вел я взял за тридцатник, там, по-моему... Нет, погоди, даже не за тридцатник, за двадцать... Ну, это сборка у тебя идёт. Не, в смысле сборка, нет. Ну, я имею в виду, у тебя камы отдельно, колёса отдельно. Не-не-не-не-не-не. Там, как бы, идёт вел в сборе, вот. Я просто в него докупал, там, вот, седло я купил, оно мне в шесть косарей улетело. Такое, тоже, там, число на форумах, типа, чё рекомендует народ. Ну, чтоб удобно, конечно, всё такое проще, конечно. Ну, плюс, там, набор инструментов, там, по мелочи, там, сумочка, там, юмочка, насос, да. Ну, там, где-то там ещё плюс десятка, там, может быть, даже чуть больше вышло. Ну, т.е. на круг, получается, где-то с ракет. Ну, как-как, как-как, как-нибудь. Ну, это армуй, так что? Ну, в целом, да. Я надеюсь, что несколько лет я буду на нём рассекать в своё удовольствие. О, кстати, новый Deus Ex уходит в 25 февраля. М-м-м. Прикольно. Deus Ex это, да. Я его, правда, не так, чтоб сильно жду, но, знаешь, это такая игра, которую я жду, ну, просто в фоне просто. Не то, что там, типа, ну, где же, где же, где же, а? Просто, как, как выйдет, я так сразу его прямо возьму. Какое-нибудь даже коллекционное издание, потому что в прошлый раз на коллекционной кое-как-то не стал сильно это, потому что думал, ну, вдруг игра говно, как бы, там, ничего-нибудь понятно не было. Ну, да. А тут уже, ну, ясно, что это самое. Даже если она окажется говном, то, по крайней мере, за то, что они сделали Human Revolution такой охуенный, уже стоит лицо купить. Короче, я могу тебя немножко расстроить, потому что 22 сентября вы уходите 1016 офисом. Да, съебал я его сразу. У нас всё равно лицензии нету, так что копай. Да закупят, наверное, опять. Ну, закупят, закупят. Мне вообще настройки. Я с офисом. Понимаешь, с офисом это ты, у нас там, пользователей поддерживаешь. Мне вообще... Это фишка, да? Займите. Вот я его себе просто ставить буду и всё. Ну, если он... Не, ну, я как посмотрю, конечно. Понимаешь, мне как бы претензии к 13 офису это скинка. Если вдруг в шеставке завезут нормальную скинку, просто как бы менять её, чтобы можно было... Ну, я как бы даже и бугуртить не буду. А если такая же херня, как в 13, я его ставить не буду себе ещё. Так что, у меня как-то проблемы для себя, честно говоря, не шибко я вижу. Будет хохнуло, если в 16 офисе будет новый аутуб, который будет несовместим с нашим экшенжем. Вот это будет прям вообще просто... Я просто зарыдаю от восторга. Да я думаю, какого нет будет. А, хера ладно. Я помню, что там какие-то были такие нормальные. Не помню, в какую сторону. Ну, 13-й вроде нормально работает. 13-й вроде, да. Просто они же экшенжисты уже тоже, как бы, 13-й. Экшенжисты, насколько я помню, Ну, Серёга же так говорил, была проблема какая-то с третьим и... С третьим и седьмым. А, нет, подожди, с третьим и десятым. Вот, вот так. А, ну... Потому что, типа, с седьмой ещё умело работать в 2003-м, а с десятым уже не хуяк. Ну, короче, хуяк. Посмотрим. Поэтому и стали. У микрософта с совместимостями как-то периодически странно. Вроде бы, всё обратная совместимость, обратная совместимость. Но иногда у них она как-то в некоторых местах как-то странно себя ведёт. Так что, не попробуешь и не узнаешь. Фуя. Никто не ожидал. У меня больше всего раздражает то, что у них с офисами какая-то несовместимость. Ну, блин, они уже сделали вроде как формат, да. Один такой общий, вот этот так-икс там. Всё, конечно. Ну, вот. А, получается, что между разными версиями офиса тоже, блин, сука какой-то немножко разный подходит. Ммм, не знаю. Проблем... Там Игорь чё-то рассказывал. Седьмой, десятый, тринадцатый, а не нормально. Не, ну, смысл... Ну, Игорь мне рассказывал, что там чё-то будет документ, созданный там, типа, а-ля в тринадцатом. И он в седьмом ни хера нормально не открывался. А там, скорее всего, как всегда, блядь, криворукий юзер нахуй вертили. Потому что, вот, блядь, вот я создаю документы, да, вот так вот, у меня открывается. В седьмом, в десятом и в тринадцатом. Всё, окей, да. Знаешь, ну хуевертили, как бы. Офис, он ему посрать, чё там, ну хуевертили. То есть он должен открывать всё, блядь, одинаково. Серёга, вот извините меня. Я понимаю, что юзера... Вот погоди, погоди, я вот тебе скажу одну такую прежнюю вещь. А когда люди умудряются создавать PDF-документы, которые вешают систему на муха, это уже о чём-то говорить. Не, ну... Я не знаю, что оно... И это та же самая. Не, понимаешь, я считаю, как, что... У них должен быть какой-то движок, да, там, вот общий, который работает с каким-то форматом. Вот они сделали формат какой-то, да? Да они, ладно, блядь, что-то не дали. Ну, блядь, вот не должно быть каких-то таких фишных обновлений. То есть, ну... Потому что, понимаешь, почему эта хуйня? Потому что... Ну, вы либо тогда формат каждый раз меняете, чтобы честно было, что вот этот формат, он поддерживается вот этим офисом, и там, допустим, старше, да? А то получается, что приходит тебе док-экс, да? И ты такой, блядь, а в каком он офисе был сделан? Открывается вроде и в том, и в другом. Никто ничего не ругается. При этом, блядь, в одном он нормально выглядит, а в другом, блядь, через жопу. Вот. Это, ну, как бы, ну, блин, я не знаю. Смотря какой документ, потому что вот это вот, в отображении через жопу, вот по поводу вот, что Игорёк вот там сказал, мы тогда с ним по этому поводу, по-моему, это как раз таки было, то ли, с выпуска из смарт-плана, то ли, что-то такое, короче. То есть там, в выпуска из смарт-плана, она нормально отрабатывает только в 2003-2008. Там есть поддержка 2007-го, но она настолько кривая, то, что, блядь, там по мешку. Поэтому, как бы, вот эти выпуски и прочее, это как будто, я не знаю, я не стану делать, ну, как бы, брать за какой-то такой охуенный случай, потому что сама программа, она работает по-привому. Ну, может быть, ну, не знаю, я просто не люблю, когда формат, блядь, называется, вот как-то вот называется он, да, при этом открывается по-разному. Есть формат TXT, блядь, да? Нет, ну, Серёг, давай, я вот, смотри, как я, например, делаю. Я на телефоне захожу, свой, ну, как бы, мобильный блок, да, я создаю там документы. Я его закидываю в облако, я открываю его в облаке на работе, терактирую, как мне угодно, сохраняю, вот, допустим, на компьютере. Я его, я его нормально открываю в 2007-ом, в 2010-ом, в 2013-ом, у меня нет никаких проблем. Не, ну, у тебя, наверное, файл документы простые, тут же какая штука, что если ты делаешь какой-то простой относительно документ с простым форматированием, ты его даже в OpenOffice, как он, арт ветер пишет, да, ты его даже в OpenOffice, это, OpenOffice, это вообще пиздец. Это я могу сказать сразу, потому что я ещё помню, когда я работал в поликлинике, у нас, блядь, закончились лицензии на офис, как раз у нас, по-моему, там был 50-й как раз шоу, это, нам сказали всем ставить OpenOffice, блядь, народ ебался, блядь, открывается документ, который приходит из здравоохранения, ну, как бы, московского, да? И там, блядь, просто, я не знаю, нафиг, кто этот документ сделал, но, блядь, он, сука, настолько криво открывает эти документы. Ну, чё ты хотел открывание неродного формата, да ещё в те времена, когда там был ДОК Закарпелий, запаспирированный. Там всё понятно, как бы, понимаешь, в OpenOffice есть оправдание, его делает нихуя не Microsoft, без поддержки Microsoft, пилится собственными силами, да, и как могут, ребят, к нам что-то делать. Вот, но когда, блядь, офис от Microsoft свой этот формат не может открыть, хотя, как бы, нет, тут, понимаешь, как бы, я как бы за что? Ну, допустим, взять AutoCAD. Вот AutoCAD, он честно говорит, блядь, братю, ты открываешь документ, который нихуя не в этой версии сделан, иди в жопу. Вот, то есть, тут да, а когда в Office как бы... У AutoCAD это, блядь, постоянно болезнь, в этом плане, она начинает с 2000 версии. Нет, ну как болезнь, они официально не поддерживают просто старые версии. Ты, ты чё, ты чё-то сделал там в новом AutoCAD, принёс его в старые, да, и он тебя нахуй послал. Всё, всё чётко понятно. Нет, Серёга, давайте сказать из того, что как Microsoft может, блядь, контролировать то, как создаются документы, если создаётся та же самая выпуска, которая, она по дефолту... Нет, 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 погоди, начнём с того, что они как-то это обязаны контролировать. Тут два варианта. Либо они ставят чёткую версионность, прописывают, то есть там, допустим, документ сделан в версии такого-то офиса, да. А если они претендуют на какой-то открытый формат, который, как бы, может любой использовать, да, то есть со старым офисом такой проблемы как бы не было, да. То есть формально там был некий движок от Microsoft, который работал там с доками, да, умел их создавать. И по идее только Microsoft эти доки мог создавать. Ну, были бы какие-то сторонние конторы, которые получили на это лицензию, и, видимо, там какие-то модули, которые могли встроить свой сон. Тут Microsoft делает открытый формат, да, то есть они его документируют, выкладывают, используете кто хотите, делаете свой софт, который будет работать с этим форматом, и он будет полностью с нашим, да, если вы делаете всё правильно. Вот. Если они делают такой открытый формат, то будьте, блядь, любезны в своих продуктах обеспечить поддержку этого странного формата. Хотя бы на уровне патчи для старого офиса. То есть, если вы, например, в какой-то версии там док-кса у вас, он не умел там, ну, допустим, таблиться, да, там, экзампляр. А в следующей версии вы там взяли такие, да, нам нужны таблицы и документы, давайте мы их сделаем. Да, сделали, там, документацию поправили, всё, формат обновили, пожалуйста, пользуйтесь. Блядь, сделайте обновление для старого офиса. То есть, как бы, просто, ну, просто чтобы он их мог открыть. Ну, Серёг, я предлагаю тебе это просто на... Нет, нет, просто у них получается, знаешь, как в анекдоте, вы либо это трусы отнимите, либо крестик снимите. Потому что они сделали открытый формат, который сами, получается, поддерживают, ну, как бы, ну, не совсем как-то нормально. То есть, они, как бы, с одной стороны, не встраивают проверку версионности, что позволяет, вроде как, открывать любой док-кс, там, тот же самый, да, в любом, вроде как, в ворте, который поддерживается сам док-кс, начиная, там, с 2007-го. С другой стороны, они никак не проверяют, насколько он корректно откроется, некорректно, их вообще так не ебёт это. То есть, как бы, в случае чего они такие, ну, это как в новом офисе сделано, поэтому извиняйте, ваш старый канал. Ну, Серёг, я могу тебе только что могу сказать по этому поводу. Попробуй вам писать фитбэк и посмотреть, что я написал. Ну, хороший вариант, вариант, надо понять, не обоставлять меня, потому что сайт Microsoft меня всегда пугает. Я тебе потом скину, ты мне, главное, напомни, потому что у нас завтра начинаются переезды, блядь, и я такие делаю. А, на третий этаж? Да, на третий этаж сделали. Печаль какая. Вот, так что ты мне напомни, я тебе скину, какой писать и... Окей, присущий напишу, просто интересно ради. Мне самому будет интересно, что ответят, как бы. Если будут отвечать наши, я потом перенаправлю сам это, ну, непосредственно по миру. Ну, и посмотрим, что ответят там. Потому что, зная наши, как бы там всё понятно, блядь, они могут сказать или, блядь, ебитесь как хотите, или ждите, блядь, что-нибудь. А американцы, они тебя, ну, нормально отвечают в этом плане, потому что я уже сколько раз на меня натыкался, на английском сайте Microsoft, как бы, блядь, тебе бэк пиздаты, там тебя всё разжёвывают как надо, блядь. Так что тут ещё вот такая планета. Поэтому, ну, короче, это... Главное, напомни, и попробуем накатать. И главное ещё найти это... И с Игорька затрясти тот документ хотя бы. Ну, блин, я думал, что он уже потерянно, что дал. Я думал, что рано или поздно такой уже всё это... Найдётся ещё один какой-то документ. Проблема-то обычно системная. Кто-то что-то сделал, кто-то там открыл, сохранил, и вот здрасте там приехали. Ну, да. У нас плохо то, что у нас, блин, корпоративные версии, при этом эти лицензии принадлежат вообще хер пойми кому, и нет возможности стукнуть в официальную поддержку. То есть, как бы, ты можешь кому-то там фидбэк написать, но они тебя могут нахуй послать, и формально пожаловать для них никто. Нет. Если ты держатель лицензии, они тебе... Если ты держатель, понимаешь, у нас держатель лицензии даже не наша организация. Блять, и даже не Гренатом, и даже не... Нет, это понятно. Нет, пап, погоди. Как бы, если ты используешь эту лицензию, они тебе должны предоставить полный... Нет. Понимаешь? Не важно, чья это лицензия. Как ты собираешься убедить, что ты используешь эту лицензию? Понимаешь? У тебя должен быть доступ в личный кабинет, который оформляется, там, при регистрации, там, ТРП. Да? У нас в данном случае это, как бы, корпоративный личный кабинет. Но корпоративный личный кабинет, он находится вообще там оформлен, блять, на хер по никого. Вот, на этот, на Росэнергоатом, блин, который, я вообще не знаю, он сейчас существует, блять, не существует. В общем, там все как точно. То есть с Касперским, ну, прям, понятно. У вас, как бы, лицензии куплены на наше имя. Вот, у меня доступ в личный кабинет от нашей организации. Я туда захожу, строчу им жалобу, блять, в случае чего, они меня отвечают. Ну, 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 понятно. Ну, вот. А у Микрософта, блин, там хер поймешь вообще. Ну, давай потом этим займемся. Мне самому интересно и... Ну, слушай, короче, при случае, если там, там, ответить на какой-нибудь такой неоткрываемый шайтан-файл, надо будет этот, вспомнить, короче, разговор и катать туда. Найти это место, куда его можно накатать. Катай, ну, катай. Вот. Виндоса проблема, и микромета, и саппорта проблема. Ну, да. Ну, а хули, блять, постоянно, каждый день с этим, блять, ебешься, ебешься. Так, дай, 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 а реки, что это... Ну, у нас, вон, проблема, опять же, с этим саппортом. То есть он вечно не проплачивается. То есть у тебя есть какой-нибудь продукт, например, да, с ним возникают проблемы, но у тебя там, допустим, он покупался с саппортом на год, да, потом все это дело экспортировалось, никто не надевает, потому что нах** ему не нужно, А потом мне наказывается, что кому-то это было таки нужно, но уже все полимеры просто Так, а эта DLC-шка, она, блин, DLC-шка, ну, зовем эту DLC-шку, неважно Оно про что вообще? По-моему, про то же Тут вообще я заметил, что тут все начинают с того, что штурмуют планету, тебя сбивают, а дальше ебись как хочешь А, то есть это у них такой системный подход, короче, как мы атакуем эту планету? Ну, мы летим, потом нас сбивают, и, короче, кто выживет, тот затаскивает все остальное Охуенно, блин, такие смерти, блин Знаешь, по-моему, это что-то в духе даже, наверное, какого-нибудь вархаммера Настолько брутальные мужики, что просто они такие, лысо спарта, а кто выживет, тот и, блядь, закончит Блядь, я тут заблудился, конечно, но мне что-то смущает, там, один момент, я его запорол Я не знаю, будет ли он как-то влиять на окончание уровня Да, здорово Очки Ну вот, не знаю, будет ли он влиять на прохождение этот момент, ну, блядь, если да, то... Это и хуй с ним, блядь Это либо код юзать, либо заново начинать Так, тут ничего Пошли проверим, что делать Хм Других вариантов нету, блядь Эх, эх Да, ты чё... Мне кажется, в один прекрасный момент они должны взорваться, чё-то такое Сейчас голову плетя Дру-ту-ту-ту-ру Дру-ту-ту-ту-ру Во А, ну это секрет Хм Работчики из Dropbox создали решение, которое демонстрирует компрессию до 13% для видеороликов H.264 и 22% на произвольных файлов JPEG Окей Я рад за ним Ск説 ... хэ Кудых назвали Fight Fighter Ссылались на сериал Кремниевая Долина Кто-то главный герой который встречаются с осадков Эх, почвили или какой же алгоритм города суждая о Пеоте Но Опять, да Ну, не знаю, по-моему 264-й кодах сейчас уже немного отживает свое Тось, ну, definitely Это пик популярности, наверное думаю Подheen Ну, не знаю, посмотрим слушай я хотел не упомянуть но я так и не добрался поглядеть запилили но я не думаю что это будет лучше того же рича 5 его изначально вообще пилили только для россии тут я нажал кнопку каких-то миссий тут нету больше возможно что-то открыл мы с тобой сюда по ходу как зона общались кобзун после разрешения поехать в европу к скалу на донбассе как кладет на санкции после первого выступления он призвал политиков и дети культуры не боятся санкций со стороны запада я вообще призвал бы не обращать на это внимание он указал в качестве второго варианта реакция отвечать 7000 вообще лучше всех о санкциях сказал мой коллега по совету федерации сенатра адрес фоболев на кобзун уложили в это не пускают в европейский дом на это положили это вообще не на санкции кладет возьмемся кобзун комментарий надеюсь вскоре после того как кобзун положил на санкции сама кобзу на паузу да кобзунчик он уже все блазер да скорее всего не не хватило потому что у нас как таковых бит ли хал очень мало скажем так они же все в основном из америки у них там частенько про кого то есть всякий турнир и т.д. т.п. а у нас это ну как бы у нас там татан хуян там ну и чуть-чуть такое так что как бы у нас не распустим о американское космическое агентство у нас запланирует в скором времени отправиться на уран нептун заебись что они там забыли исследовали будут наверное ресурсы искать побольше ну да из россии больше ничего не поступает уран нептун создатель фильма кошмаров на утеатах встречался в сша а это этот а это этот как у вас как у вас крыль так как у тебя бронки ладно любопытство посмотрю на то место конечно заюзаю код для этого вот самая охуяная мысль если взять ипотеку в 4 миллиона то выплачиваете 25 лет а если украсть 4 миллиона то сидеть 7 лет эта мысль не дает ни покоя это очень хорошая мысль хочу сказать ммм да только надо спрятать где нибудь эти деньги и чтоб их еще не нашли да да тут сидишь так ни за что просто за бесплатно с другой стороны экономичное жилье чё 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 ну ты понимаешь на эти 7 лет как минимум жилье нахуй не нужно будет ну хуй знает хуй знает казенные дома все дела да почти 60 процентов россиян уверились в эффективности ответных будет как с этой бабой блять как она там который наворовал ее отпустили ну да а этот в Васильево или как это да что-то типа там которая блять пиздила блять около миллиарда баксов нахуй то в целом блять ее оштрафовали на 270 а она еще хочет ответным иском отжать еще 300 на еще плюс там блять хренов у гору всего короче ты пиздец какой охуедный план да ой ёпта вайфа лишила первого канала ГТРК прав на трансляцию матчей квалификации ге-блять 16 клоу пиздец фейл да вы ёббали блять хettes шесть но не было пошли в общем не пиздец а теперь же будет транслировать это кандылаки я слышал она там заняла какой то пост там головы этого спортивного Dieter когда этот Гусев там блять человек который считаю жизнь посвятил тому чтобы комментировать эти матчи его вдруг снимают и сажают какую-то тупую пизду которая умеет только быстро говорит я просто от таких нет его не сняли да 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 и они там что-то в твитере посрались короче говоря он такой тип нет я короче не буду с ней работать он тоже как-то встал в позову непонятно типа но знаешь как бы легко понять таких людей сейчас же много этих нет знаешь как бы одного дела стипа вот там 7 или что-то или что-то там я не знаю ну делал бы свою программу все тут ему такое чувство что короче он сам рассчитывал на это место а когда ему не дали там такой тип ну идите нахуй короче обиделся весь из себя то есть тут уже даже не то что он там хотел делать по воде дачу хотел сесть сейчас пытаются создать какой-то крупный видеохолдинг который будет заниматься патриотизмом так скажем воспитанием патриотизмом молодежи то есть это вот патриотическая музыка блять патриотическая как еще хуйня там блять ну короче очередной патриотизм вот и в это в этот полкин включили дохуя каналов короче и половина людей оттуда послились потому что скали мы мы не будем с этим головым работа который мы заливать то есть я в принципе с ним согласен потому что это блять патриотизм в кавычках который сейчас совсем наслаждается и поделили просто просто извините меня кто-то мы сейчас там нас смотрят если я вдруг затрону чьи-то чувства патриотические религиозные а то не подъебываясь а не подъебываясь вот вертел я блять ваши эти патриотические настроения и чувства на хуйню по-другому мне не выразится просто надо было в конце азазоса казак не на самом деле они против патриотизма но у нас как-то он звёк я он направлен куда-то не туда смысле того что серёг вот я вот честно я вот смотрю как у других стран то одно как они это все там преподносит и и т.д. и т.п. возьми даже вот блять ёбаная то же самое с сша которая все там все его обсирают у них патриотичность блять нам на высоком уровне у них нет вот это вот сёра в голове там ну я имею ввиду не соглашусь я конечно не могу сказать что я прям там знаю как там оно в сша в сша но у них по моему мозги там за страны ничуть не меньше не у них там патриотизм уровня того что я блять американец и поэтому уже духу это я это дохуя круто то есть типа того что ну типа мы тут свобода у нас там фридом да там сидела вот бред при том что в принципе не там такой же полицейских государствах то есть у них у них там тоже у них на тему того что вот мы такие охуенные труды настолько охуенные крутые ну смысле нет по доходам по всему то на все хорошо но там именно по-моему педалируется очень сильно тема вот именно свободы независимости там да то что мы на нация которая там боролась там за эту свободу это да они этим очень гордятся они очень этим гордятся дам при этом я как мне мне кажется там вот эти свободы в америке но откровенно говоря не так уж сильно много потому что государство своими гражданами селиты пасет их блять почище нашего мне кажется но насчет почище нашего пасет этого мне не знать потому что мне не не знать как пасет наша хотя примерно представляет и примерно представляю как пасет американская всех подряд вот но просто я я вот честно я как бы с людьми общался как бы да как бы есть патриоты и ттп но они вполне адекватные люди как бы и нет таких вот но строение там аля разбомбить там кого-то еще что-либо такое у них вот именно у них преподносится не агрессия а вот именно защита своего государства то есть у нас как блять там мы блять замочим там саптирах в унитазах там еще где-то их узнать кого-то у них вот именно идет защита своих интересов защита своего государства своей истории но и в принципе как бы вот как по мне вот это хоть ну как бы такая ну как бы такая же штука как у нас но она более такая реальность не застанет или менее как них там тоже брошенец а не он враг в торгусь например на то есть а уж кстати папа что паспорт уже он пара типа пашу дуэту погоди тут шум пико по поводу того же и рак там блять косяк был вот именно в том то что место саддама хрусейна хотели посадить какого-то определенного персонажа и поэтому началась это среди гестопляска и прочее вот после смены куша я хочу сказать когда пришел обама да он же блять он увел солдаты из рака это во первых он закончил официальный эту ютюбанную войну где блять гибло овер то хуя людей в том то и дело что они там просрали все полимеры там просто просто я хотел как бы немножко про другое сказать лучше про то что как бы они там не были бы там то что мы там говорим даже мы там всех разъебем да они там типа нет у них как бы другая фигня что они там типа несут свободу и демократию но по факту получается одна хуйня то есть есть правительство которое просто рулит массовым сознанием что у них то есть только у нас на волне того что мы сами все агрессивные да поэтому мы такие там все думаю сейчас их там блять уебашим а у этих оно работает не то что мы сейчас всех уебашим а у них там типа несправедливый режим а мы им сейчас придем и поможем но по факту получается одна хуйня то есть есть правительство которое просто рулит массовым сознанием через те же самые смеи просто вот кстати рекомендую посмотреть по поводу этого всего пару фильмов это во первых это поведитель бури вот там ну как бы там очень хорошо показано настроение людей ну там одного из подчиненных нового героя то есть у них они когда затевали войну не часть народа груди фото надо там блять уничтожить терроризм а часть типа нахуй нам это надо потом уже когда война там уже шла буквально прошло по-моему два или три года короче уже все говорили типа нахуй нам потому что блять никакого толку вообще не было и в чем прикол блять потом же считаешь война в ираке длилось 10 лет про она закончилась я насколько помню 1 сентября 2011 вот это это сейчас я даже надеюсь не спиздеть так обама первую сторону посмотрю вот а он да как раз он них поскольку а 2009 года так вот да он с 2009 года вот он как раз когда пришел по власти он сначала уменьшил количество людей находящихся в ираке а потом их выиграл вообще а потом его когда переизбрали он сократил количество людей в афганистане потому что там там просто беспонтовое пребывание и уничтожение своего народа просто я вот прекрасно помню когда смотрел как раз таки пыль были вторые у него был оппонент короче по моему республиканец откуда был буш он же там тоже орал типа мы блять должны всех уничтожить всем дать езды короче и т.д. и т.п. ну это уже просто было на тот момент непопулярно точка зрения сам интересно что количество колоссов разделилась блять вот что в первый раз что во второй на 50 с лишним за обаму и 40 с лишним за этого урота и первый раз другого просто час вот ну как бы он на третий срок не пересбирается потому что у них там запрещено я сколько помню просто сейчас бы вот если появится какой-то республиканец у власти вот там надо будет ждать блять очередной войны потому что блять эти люди на по ним не успокоятся ну вот еще раз показываю что в принципе там в америке тоже у всех мозги за нами у всех но приличной части населения мозги засраны ничего не хуже чем у наших скажем так у наших не настолько сильно развита вот не настолько отточено манипуляции да вот эти все то есть у вас это довольно грубо выглядит как бы да то есть мы такие да мы всех запиздим куда то есть это грубый подход у них он потоньше вот но суть от этого не меняется они они троллят потоньше ну они да они даже не то что троллят а то что вот им нужно чтобы там войну что организовать да они не скажут там типа что вот те козлы поэтому идем пиздим они скажут там террористы и вот кстати вот по поводу второму моменту извините перебью это по поводу вот как как раз таки начала войны в ираке вот посмотри короче фильмец ой не брать живым короче там вот ярко показывал вот эту вот политическую вот эту вот хрень короче которую они ну как бы по устраивали чтобы блять таких страну вот то что там блять типа оружие массового поражения там блять химическое бактериологическое ну и видит это поэтому на самом деле которого не существовало вообще и как бы этому и это не пиздеж как бы это может документально подтверждено так что как бы ну просто посмотрите вот именно в отношении между этими уродами потому что когда у кого-то власть имущего есть блять очень много денег он будет одеть очень много еще больше денег ну да и соответственно будет прибегать к различным способам своего очередного обогащения и неважно будет это война голод и как бы на то и правительство чтобы пиздить у граждан все то есть справедливости я считаю не существует есть просто правительство правительство которое чуть-чуть денег тырит и как бы тырит так что там себе в карман и народу что-нибудь такое полезное делать а есть правительство которое все в себе в карман пройдет да вот по сути наше правительство наше ворует много народу делают мало а те они как бы все таки понимаю что там себе в карман плоди но и там дороги там монтируют хочу сказать нас смотрят 16 человек никто не пишет чате судя по всему наступать сейчас вот и здесь вообще блять вот на самом деле вот у меня я хочу у себя думать у меня был такой знакомый он был один единственный лучник на всю вот эту батарку лучников который состоял из баб и он был один единственный мужик на самом деле важно он сказал очень хорошую тему то что людям не нужно никакое государство вот он предложил вот именно чтобы строй был анархический то есть вот что твое то твое ты можешь это защищать любыми любыми там способами и прочее то есть как бы ну точнее даже не так я не могу сейчас вспомнить но факт того что он сказал ну уж именно вот эту вот ну чтобы была она не на это самом деле плохая херня потому что там получается что как бы это короче по сути власть сила то есть кто себя может защитить тот сможет а какой-нибудь там ученый ему просто запиздят и все у нас в принципе по факту сейчас идет то же самое только блять аля типа с правами людей у нас у кого есть деньги тот и заживает у кого их нету тот все равно то есть понимаешь что тут как бы выжить можно по разному да можно пистолет купить а можно там денег заработать своим может быть даже своим умом не в этой стране вообще в целом знаешь тут такая лоякая актринь то есть по-моему все эти анархические идеи типа давайте там анархию давайте там какой-нибудь другой строй там я не знаю какой-нибудь экзотический они работали если работают они работают только в маленьких комьюнити то есть когда там блять вот раньше там да там было там как это называлось община да там община вот там там весь какой-нибудь там дед мудрец как бы да и вокруг него там все это крутится да но он особо сильно не ворует и все ну блин это работает когда у тебя блять деревня там или 2-3 деревни ну да вот а когда у тебя блять страна но в любом случае в каждой деревне объявится какой-нибудь мудак который ну естественно естественно то есть это вот ну когда когда говорят вот это наше общество не совершенно надо что-нибудь другое мучить ну тут просто оно и мне кажется вот эти все политические строй которые сейчас как бы устоялись они не просто так устоялись они практически как по эволюции да они просто выжили потому что ну другие варианты они оказались не жизнеспособными для больших сообществ людей ну возможно что какие-то строй они жизнеспособны но например кому-то они не увенят это как бы тут тоже очень такой вариант ну чертова знает все таки хотелось бы чтобы чатик активизировался и хоть что-нибудь написал может какие-то свои идеи может вы хотите вообще что-то другому а мы запизделись в политоотек короче говоря это скучно и нудно предлагайте темы какие-нибудь везде мы можем о них если есть что там если нам будет что сказать ну да потом это что-то это да блин то там на самом деле такая тема ты вроде как бы хочешь сказать два слова в итоге поднимается в такой словесный губонос ну а потому что все равно кто-то окажется не согласный в итоге придется как-то все объяснять и я и один объяснит и второй объяснит и пиздец короче есть такое дело ну так что народ давайте напишите что-нибудь и мы послушаем точнее увидим то что вы написали ясно молчание нет ну и дохуй вот собственно вот а сейчас окей ждем да вот давай заканчивай заканчивай мысль у тебя есть немножко времени так я пока поставлю нарядку свой планшет а то блять посреди стрима она подрубится чем-то а в девять ты кто-нибудь будет стримить? что? в девять кто-нибудь будет стримить? догадайся кто просто расписать не был не блин к сожалению расписание не получается сделать это самым динамически обновляемым там другая система с дашеком у меня с читерить получилось а тут вот прям вот ну никак вообще увы ну наш гараж сейчас внутри конечно очень страшно себе представляет вообще такой пучок развесит скриптов которые вообще не имеют отношения ни к плагинам ни к чему вот я надеюсь что это будет более менее стабильно работать так я смотрю они вернули гвоздомет это нам security какие то гвозди к тебе угонит ну у тебя простроительный э potrzeb это надо нам было стрелять спопоми нахуй сразу а что кстати был вообще круто Так, ещё два, блин, пишет, клянусь, в принципе, на самом деле, блядь, я вот, вот эти вот сейчас здесь-то все вот эти, я не одобряю, абсолютно, ну а по поводу Крыма, там, вот эти дырки, да с Крымом вообще какая-то ситуация, блядь, непонятная, честно говоря, я даже уже не знаю вообще, стоит оно того, не стоит, с одной стороны, вроде как, там, да, флот, там, хуё-мое, там, выход к морю. Глобаный рот, там, хулиц. Ну, вроде бы, вроде бы профит и есть, не скажешь, что, как бы он вообще зазряд, с другой стороны, блядь, нет, зазря нет, я об этом не говорю, да, профи должен быть и должен быть, там, выход, ну и т.д. т.п. А то, что они решили его тупо аннексировать, вот, я думаю, вот это было зря. И лезть в политику Украины, и по внутреннему политику, вот этого я вообще не понял, вот это уже, блядь, вот как по мне, если бы я был бы там, ген, блядь, генсеком, блядь, этого ООНа, я бы уже, нахуй, ткнул бы пальчиком, нахуй, искал бы, блядь, пиздите их просто, или всё. Потому что, на самом деле, внутренние дела государства должны решаться самим государством внутри своей страны, а не выноситься на всеобщую арену, так скажем, и решаться какими-то непонятными дядьками, там, Путиными, медведями, там, и прочее, шоу, вот. Ну, в принципе, да. Нет, я чувствую, что сейчас, как бы, наши, они хотят кусок, то ли кусок, я вообще не понимаю, то ли они хотят кусок Украины еще урвать, блядь, в дополнение. Они хотят, они хотят вернуть в наш стройку. Ну, возможно, блядь, это уже не получится. Вот только зачем его возвращать, я не понимаю. Я тоже, я тоже не понимаю. Блин, нам с своей страной оба справиться. Такое чувство, что они хотят заново союз вернуть, блядь. Да, да. Ну, блядь, ну, Россия сейчас не настолько крута, чтобы... Нет, союз, идея хорошая. То есть, ну, она мне нравится. Ну, не в смысле того, что, типа, давайте сольем всю Россию, как бы, с единым королем, а в смысле того, что, ну, раньше с республиками, по крайней мере, была нормальная связь, там, какие-то деловые отношения, то есть, я вообще за то, чтобы сделать второй США, да, то есть, вот, странно, саму Россию бы разрезать на несколько, блин, таких независимых штатов, да. Да, да, да. И там... Всех других бы присоединить, тоже было бы, и мы бы стали бы круче Евросоюза, если бы была бы такая автономия какая-то... Такая более-менее, да, но при этом, как бы, все вместе. Вот. А то, как сейчас это делается, блядь, это у меня только фейс-пам какой-то вызывает, потому что, блядь, это никому не надо, это... им это не надо, а мы это не осилим. Блин, полный пиздец. На самом деле, да, как бы, так. То есть, наши, они, блядь, с Крымом-то налажали, блядь, накусили кусок, который, блядь, застрял в горы, и непонятно, что с ним теперь делать. То есть, он вроде как бы уже наша, а, блядь, все хуёво. Вот. Профитов явно меньше, чем, блядь, негативных всяких последствий от этого. Да еще, блядь, с кризисом, с нефтью, блядь, наложились санкции, и получилось вообще плохо. Просто вот именно, да, то, что они могли, вот эту вот тему по поводу Крыма, они могли решить, в принципе, полюбовно. Потому что, если бы они, допустим, не вмешивались бы во внутреннюю политику, в любом бы случае был бы номер Каскол на две части, в любом случае, и какая-нибудь часть захотела бы иметь независимость. Они могли спокойно, так скажем, подкатить яйца, и все. И за этот Крым не пришлось бы платить такой ценой. Ну, тут сложно, на самом деле, сказать. Потому что на Украине, я так понимаю, там какие-то очень сложные взаимопоношения. То есть сейчас, ну как, одни хотят одно, другие хотят другое, при этом договориться ни хера между собой тоже не могут, и вся эта тягамотина непонятно куда катится. То есть даже без подливания масла в огонь со стороны наших, там, мне кажется, все равно бы это затянулось довольно ненадолго. Пускай бы их затягивать. Наши увидели, блядь, наши увидели, что там, блядь, глобно забурлили, короче, и сразу туда ломанулись. И оттяпали Крым, пока там никто ничего не понял. Ну, то есть, как-то получилось грубо и довольно бестолково, с другой стороны, как бы нерванули бы, то это бы там непонятно вообще, чем кончилось. То есть, может быть, они бы побурлили и перестали бы бурлили. Ну, хер знает, короче говоря. На самом деле, вот, я хочу сказать то, что, в любом бы случае, был бы кастфол. Потому что одна часть хочет уйти в Европу, вторая часть хочет уйти к нам. К нашим надо было всего лишь посидеть. Просто посидеть и подождать. И все. Ну, в принципе, да, наверное. Потому что, в любом случае, часть бы ушла к нам. Неважно, какая. Потому что с другой... Нет, она бы не ушла к нам. Понимаешь? Они же как? Они... Да, там, ну, грубо говоря, страна поделилась пополам. Да? Я не говорю про какие-то географические площади, но несут. Да? Типа, одни хотят в Европу, вторые, на самом деле, вообще не понимают, что хотят. Они же не рвутся в Россию, на самом деле. То есть там никто не говорил, что мы хотим быть частью России. Они просто говорили, что мы не хотим, блядь, этого президента, который там продался в Европе, но их это не устраивает. То есть они тоже хотели в Россию, они хотели в Европу, скажем так. Но при этом никто не хотел делить страну на какие-то, опять же, округа. Ну, казалось бы, опять же, разделить страну на две части, а-ля как-то там, на штаты. То есть две независимые области с управлением каким-то, ну, в рамках одной страны. То есть, наверное, можно было бы что-нибудь такое сотворить, при этом, чтобы одни бы там больше с Европой контачить, а вторые были бы там как-то там отдельно, там, не знаю. Ну, короче, можно было, наверное, придумать, но они не придумали. Ничего лучше, как устроить, блядь, Майдан там, да, с этими, блядь, с катапультами и всякой прочей херней. Ну, знаешь, это их яичненький мороль. Ох, ёбаный! То, что Россия в это ввязалась, это, конечно, блядь, это просто пиздец какой-то. Я тоже так считаю, потому что могли отделаться более легко. Тем и скуком, блядь, могли отделаться. Вот именно. Они могли просто тупо посетить, подождать, ну, втянули бы, блядь, в войска конец, оставили бы их там, и пускай бы они там стояли, всё. Это то, о чём я говорю, понимаешь? Да, да, да. То, что, чем отличаются американцы от нас, да? Американцы, они, блядь, тихо под шумок за демократию против терроризма, да, вошли, блядь, в Ирак, разъебали там всё, сами разъебались, поняли, что фейл, отъебались обратно, у них всё хорошо. Наши, блядь, не умеют в тонкие какие-то ахалай-махалайи. Наши, блядь, врываются нахуй, блядь, оттяпывают кусок, дальше не значит, что делать. Вот как раз-таки по поводу отношений американцев, да, даже по поводу того, как они ведут войны, они делают это более грамотно. То есть, например, вот сядь, да, вот их, вот сейчас вот, как они работают в Афганистане, там, ну или ещё где-либо, они сначала, они зачищают непосредственно беспилотниками, артиллерией, ну, короче, всем дальнобойным, и потом уже на добивание, так скажем, они отправляют непосредственно пехоту. То есть, у них по факту, они делают всё по-умному, чтобы было меньше потерь, чтобы не было больших кастрат. А наши долбоёбы, блядь, они нахуй... Мы сделаем так, и пиздец, короче, а там хоть, блядь, всё, пускай гибанёт, взорвётся, блядь, и сгорит, блядь. Ну, короче, у нас всё через жопу, в этом смысле. Наши не умеют думать. Ну, конечно, мне кажется, не то, что не умеют думать, блядь, это какая-то проблема даже не сдумать это, блядь, ну, понимаешь, ну, как бы... Это просто проблема. Эта тема, да, потому что, ну, чё тут думать, на самом деле, потому что, блядь, ну, блядь, ну, очевидно было, что хорошей херле это не кончится ни разу вообще. Ну, нахуя надо было поступать вот именно вот так, вот. Ну, это, ну, да, то есть, ну, это такое, знаешь, такое чувство, что это было какое-то импульсивное решение, которое... А давайте, блядь, яванём, да? Давайте оттяпаем, блядь, такие блоки, вот. И при этом никто вообще не подумал, что, блин, с этого начнутся какие-то проблемы серьёзные. Возможно. Сет, я не буду никого смотреть, я не собираюсь. Я тоже не буду смотреть. На самом деле, не шифра интересная. Как бы это... Она может быть и интересная, а просто, блядь, я имею своё мнение, я не хочу смотреть подобные видосы, слушать как бы аналитиков, там, очередных и прочих. Это фу-бар, ещё и сна-фу-бар, вот, почитай об этом. Не, ну, как бы, нет, насчёт своего мнения оно всё-таки должно быть чем-то подкреплено, аналитики это, наверное, неплохо, но в данном случае аналитики, я боюсь, они, что с одной стороны, блядь, ебанутые, что с другой стороны. Да, да, да. Поэтому, в данном случае, лучше это как-то самому всё отфильтровать, иметь какое-то своё законченное мнение на этот счёт и всё. Ну, не знаю, мне кажется, своё мнение можно пожить только, если пообщаться с разными людьми, вот, именно там, в том же Крыме, например. Ну, да, да, да. То есть, как они себя чувствуют, о чём они думают и так далее. Просто аналитики, они, как бы, ну... Аналитики это всего лишь, блядь, как там, а-ля... По факту это не так. Не, при том, что они даже не скажут, нахера той же России это было нужно. Потому что они не знают, они могут только спросить какие-то предположения. Да, они скажут... Это в честном случае. Должен быть, будет так. А в нечестном случае они просто скажут, ну, это было выгодно, потому что вот, при этом, блядь, откуда этот человек знает, что было вот, вот, никому не понятно. Вот, поэтому эти все аналитики, это такая шляпа, я считаю, пиздец. Пиздец, целый час эту хуйню проходил. Я не осмотрел такие, блядь, да, вообще. Ну и в первом катоне я тоже там до уровня относился, по сравнению с обычным подходом. Вот, собственно, ну, чё я могу сказать. Вот по поводу того, чтобы были какие-то, ну, у нас траконе вот эти автономии, это были бы на самом деле, потому что, например, наши, да, вот, наш весь Северо-Запад, он бы очень активно работал с теми же скандинавами, потому что скандинавы, по крайней мере, в Карелию и в Бонусскую область, они бы вложили в жилы дохуя денег, они отстроили дохуя зданий, ну, и они используются активно, как бы, и тут только благодарствие в другую сторону. Вот. Они бы, блядь, вот именно нашу область, Карелию, они бы отстроили только в шорах. По поводу Питера я ничего не знаю, но, насколько я, ну, как бы, слышал, то, что в Питере, как бы, финны тоже они там чем-то занимаются полезным. В принципе, они не планируют останавливаться. По поводу центральных частей там и т.д. и т.п., они, ну, блядь, вот честно, вот если бы это всё поделилось, просто каждый регион мог бы найти кучу полезных вещей. Нет, просто, понимаешь, основная фишка, что я считаю, что каждый регион, сука, должен сам себя, блядь, обеспечивать. Вот, ну, то есть... Да, да, вот, вот тоже, да, вот. Вот, потому что пока этого нету, творится полная херня, все, блядь, дрочат на Москву, все её тихо ненавидят одновременно с этим, вот. Самое интересное то, что все государственные компании, которые находятся в регионах, они все в финансы входят в Москву. И в итоге получается так то, что на развитие регионов денег нет, потому что всё находится в Москве. Ну, да. Это вот у меня... Нет, 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 при этом региональных каких-то чиновников, у них тоже как-то такая отмазка, ну, это Москва виновата. Да, да, да. Там никто, может, ничего вообще не делает, но виноват в любом случае Москва, да, они там, виноваты, они виноваты, но такая просто отмазка. Так, самое интересное то, что вот эти вот, ну, это, там, губернаторы и т.п., они составленники из Москвы, чьи-то там... Ну, да, да. Крутоски. Блядь. Блядь. Ну, творится бред какой-то, реально. Я говорю, в регионе должен быть, блядь, свой какой-то чувак, который решает, блядь. Если в регионе жопа, не надо спрашивать Путина с думы, надо спрашивать чувака, который, блядь, в этом регионе сидит, блядь, и чё-то проебало, значит, вот. И у него не должно быть отмазки, что это, нет, мне Путин сказал вот сделать так, блядь. Чувак, ты должен быть самостоятельным, там. Да, должен быть центр, который как-то связывает эти регионы, там, перенаправляет, там, какие-то, там, продукцию, там, между ними, там, каким-то менеджментом, там, занимается, да. Не должно, блядь, всё сосредоточить, чтобы быть в странном Кремле, блин, вот. Который находится, блядь, от Дальнего Востока вообще в ебенях каких-то, и вообще не знает, что там может делаться вообще на местах. Да, вот, у нас человек пришёл... Здравствуй... Ж... ЖРЫЛАЙ. Если не РЫЛАЙ, то это значит ЖРЫЛАЙ. привет вот по поводу регионов даже самым да я не признал богатый но тут логика сработала просто кто-то снова забыл свой логин и пароль просто самом деле вот по поводу регионов и прочего я удивлен почему москва управляет регионами потому что москва не может знать всех аспектов всех проблем которые находятся в регионе и они пытаются управлять всем этим но это получается одинку без результата как мы это изоле москвы и потому что москва не может просто блять сложнее чем иметь человека который полностью ответственен за регион это неудобно как бы можно блин почесать там ухо через жопу ну кто так делает у нас так и выходит например в моем краю были крайне северном вот у нас король короче за все время было два хороших один был мэр 2 был губернатор короче губернатора он он ну короче после его смерти она назначили какого-то единорос из москвы короче и у нас пошел тотальнище пиздец в области когда у нас народ проголосовал за чувака чувак будет по моему только какой-то бизнесмен короче месту только такое он за месяц работы он сделал кучу полезных вещей но потом его внезапно обвинили в какой-то хуне и он сняли короче а заместо него поставили очередном московску ну так оно и да конечно я короче мы естественно со всего этого охуели все дружи потому что что вот тут вот такая вот носку не творится блядь про москву я молчу потому что здесь блять андамный пиздец то нормально то все пиздец блядь вот у нас тут после у второго товарища у нас все под вообще распродавали все по закрывали нахуй и в итоге блять наш крайний север остался только с юбанными оленями пиросатом не а в москве сейчас знаешь мне такое как раз ощущение что здесь хороший хорошее правительство то есть правительство которое ворует но не забывает что нужно денежку денежек немножко оставлять как бы на развитие города потому что там будут ебать блять потому что будут ебать да вот и в принципе город развивается наверное он бы развивался быстрее если бы вообще не воровали где же ты такое найдешь но в целом в москве сейчас относиться неплохо не без косяков но там я слышал буквально в Селеновском я слышал что в центре Москвы короче устроили типа какой-то дворик какой-то двор чтения или что-то покрасили его просто блять в белый цвет волосатый как зебру нахуй и блин там фотки я видел там просто пиздец блять глазами вытекают то есть в общем короче арт-проект получился такой что лучше бы мы делали на самом деле вот по поводу всех вот этих вот штук да ну там культурных там каких-то мероприятий и прочее у меня есть такой забавный пример короче у нас в мурманске по-моему пять года три-четыре назад уже короче всего у нас зимой приезжали короче чуваки из множества стран как ну конечно из скандинавии ну там и американцы были еще кто-то короче арендещики по льду вот собственно они за один день они отхуяли вообще с даты пыли с культурой изо льда то есть блять ну а на самом деле было охуенно то есть ну как бы я вот я прошел там ну как бы с домашнюю работу пули вот я останавливался официально стоял курил смотрел как что это на самом деле очень редко для меня вот а потом ночью блять какие-то бадлюки блять они пошли тупо и обломали все эти в итоге эти товарищи сказали типа идите в нахуй побольше ну да ну тут уж куку культуру мультурами просто обидно что у нас сами же люди блять вот этот юбаный для который поставил тусуть у подъездов там ну и прочее они не дают другим блять как-то полюбоваться чем-то вот эту и здесь я конечно не любитель всех вот этих вот там искусств у искусстве ты и я это в большинстве случаев тупыми не понимаю как бы кроме музыки наверно вот но я блять лучше бы я смотрел на какие-то картины или там какие-то скульптуры чем толкует этих образин которые ничем не отличается от наших блять далеких предков ну да что есть то есть то есть ну к сожалению у нас уже эти правоохранительные органы работают правоохранительные органы блять я вот я им удивлен набрали таких же паранов подъезда взяли и это у нас правоохранительные органы которые блять нихуя не могут я вообще вахту я блять ты нахуй считай сам всю блять можешь сделать они только будут стоять смотри зато они у нас умеют блять задерживать людей за несуществующие дома кида и как он называется там эти проступки или там какие-то преступления ну да у нас просто блять народ ебанутый у нас просто те кто ебанутые они как раз либо вот ломают что-то да и всем остальным жизнь портят либо блять мендуруют то есть я считаю что вообще основная проблема потому что реально у нас правоохранительные органы нет нет какого-то отбора вот такого ну то есть туда реально затесывается всякая шваль естественно я так понял это очки начну видеть все по поводу того что там всякая это вот во всем блять силовые структуры во все органы и в армейку тоже самое прикольное короче с отцом по этому поводу уже очень много много раз разговаривает он за пивом вот он рассказывал его время короче когда он служил вот в dvd принимали с определенным ростом определенный комплекс то есть был хоть какой-то отбор недавно совсем по моему вчера или позавчера я видел фотографию блять это блять карлики сука метр сорок блять что это за вдвшник блять я просто я блять тот посмотрел я не хуя себе блять как так-то нахуй но он как гимли он да и гимли блять просто взять тех же грушников когда нахуй сам человек из фсб который работать непосредственно с ними как говорит что первую сейчас уже не берем полная хуйня блять малолет я вообще хуел от такого так что блять я узнаю что наши поле страны и я надеюсь что войны никакой не будет и иначе нас просто не важно какие у нас там передовые технологии бы не были но блять с такими товарищами далеко мы не уедем или будет как в фильме не сталинград назывался блять близко крепко к самому начале на блять против немцев шли с табуретками с топорами примерно точно также просто и было бы чем течиться то наши все которые у нас реально есть но имя почему-то никто не гордится гордятся какой-то хуйней который у нас нету вот тут у меня больше в свой мозг выносит то есть самое я бы на месте я не знаю как другие я бы наверное да даже блять объединился бы с американцами и прочими странами просто для чтобы развивать науку блять заниматься какой-то хуйня тережкой денег и ресурсов и и т.д. и т.п. потому что ресурсы один хуйня рано или поздно хочется ну тут пашу как бы на наш ты чё ну хочется чтобы на их жизнь хватило это понятное дело просто как бы я и я бы блять собил бы хуйна все блять войны хоть я самый агрессивный товарищ но я бы лучше бы вложился в науку и я думаю это буду заявить что это так народу напишите что-нибудь относитесь и молчите народ пишите свои какие-нибудь эти мысли замечания не знаю как бы мы тоски чем будем развивать любую тему ну блять всегда нужен свежий взгляд на подобные темы и я считаю так не ну не только на эти темы вообще я пойду развивать тему ужина как бы да я жрать хочу это я так что там это еще че-нибудь напишите умное я не знаю чтобы языком-то за эту тему зацепиться и еще вот ладно я пойду все готовы так ладно один отвалился остались мы с тобой чатик давайте оживляйтесь надо же как-то вот энергия равняется масса по множеству это в квадрате ну блять это я думаю все знают вообще точные науки не я точно умею но я не помню просто если пару годков назад то чё помню сейчас набираю с этими работами хует у меня пылесос пылесос без мешковый на выдув тихонный вот так ладно еще 20 минут по снизу а морда на а как включить блять картинки в эту это я без понятия что я там не пользуюсь то я че-то блять ползал полу на так вот так вот у меня у меня чистим подвеску любить настройки так шума танк науки и чужим а вот смысл а вот нашел теперь должно идти тихо не смайли дан сгами рубля о-о-о-о да сука один хоть не был какие-то файлы до курта скинул видно сусиме не пока не а после них все нормально это не какую-то хуйню скинул а в чате рычага пока не видно ща я попробую переносу опустить его сейчас смотрим нож прокачивается потому что я ему настройки-то в горячий горячего гараж дорого закрыт страны страны у меня не хочет ему он слышит и туру тетку не пользую киевичу под неправильно написал никаких прав и не имеет и он даже тушь у меня просто не отображаются эти как он называется картинки вот я вроде все эти все галочки просто его отчет не алёк ребут ну чё саму пробу да все вроде на мальдит так как он называется по поводу туры чата чё нужно сделать запомнил этот загружал картинки я вот включаю но у меня так не показывать также показывает настройки и вот это надо да 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 там про смайлик его богу он как-то чинил брата смайли чинил а может быть его рецепт ну вот скорее свой иди то и то свои файлы короче надо поймать за жабру я себе вот педрила валяется как он не так насувал то потому что он педрила я я не буду написать просто знай что я это я его тебе блять мысленно посылаю упрошенный я утanza это Ak Время не прошло что смотрю наху я не хватает я скоби-пастил и а уже правил матрю не обновлено про копера все-таки написал товарищ ну да еще нам будет почитать чем-то накалякал внести свою все все говно давай по новой минус принципе если именно по его теме брать то там в принципе очень до пулячего можно годного запуять различных примеров знаешь хороших чтобы утром опера есть но там что-то на кого-то напал это страдание все оставить но надо например сделать как вот в той же самый финал туда блять вроде сюжет такой как обычно кто-то на кого-то напал и как обычно кто-то кому-то пиздюлей и замутить это вот и замутить что-то наподобие развития вот именно и сюжетных клиник персонажей то есть вот именно взять какие-то вот такие темы потому что сам сюжет и его толком то особые можешь и не придумать как бы ну короче ну надо ему написать сейчас реально получится все понятно да да давай кроме кроме бурт ты ничего не получишь посмотрю не важно не важно все все полцарства я чувствую себя злым несправедливым ахуле иксбокс 360 ёбку и мать а подка сука поиграть тебя нельзя и 3 да мы сегодня кстати отказывали хорошую тему по поводу съемных дисплеев для приставок если у нас есть 5 инженеры какие-нибудь блять придумайте какой-нибудь 10 дюймовый блять дисплейчик который коннектится к ящику и playstation и блять будет вам счастье на кстати блять кстати на я я я я я я я по поводу конкурса не 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 по поводу конкурса я учил это меня дружина есть вот я ему задам вопрос я думаю что это будет очень хорошая тема наладить проявился таких вещей а почему нельзя мне просто и подключать не к чему у меня тупо один планшет у меня даже телевизор мне завтра игорек притащит этот как он называется карту захвата я ее пробу как она у меня работать будет если у тебя нет ящика то почему ты будешь хуярить вот 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 . как то так вот просто надо блять я другу другу подкинул индейку и надо будет посмотреть это сколько стоит эта матрица и пикенеть как мы можем быть подключать на самом деле было тебе было что ты говорить на самом деле до Row какую хуярь смотри смотри чтобы можно было вообще на любой планшет транслировать изображение какую то софтварную часть на планшете Плюс какая-нибудь передача, чтобы там по Wi-Fi картинку удалил или чуть-чуть как-нибудь вбродкаст. Понимаете, что это сложнее, чем просто механически прикрутить к матрицу, наверное. Но зато это было бы вообще дико универсальное решение. То есть ты берешь маленькую приборку с каким-нибудь преобразователем сигнала, хотя бы VGA-шного, я не знаю, просто чтобы Wi-Fi вбродкастил. И ты просто бы цеплял за него планшеты, записал программу и теперь там игральщик, хуя для них понеслась. Слушай, вот напиши это на форуме, чтобы я завтра написал и чтобы тело хоть как-то сдвинулись с места. Да, это можно отдельный конкурс устроить. Человек этого, гения автора. Кстати, а кто его сделал-то, да? А то я чё-то там, блядь, сошёл на гараж смотрю, а прям тут, блядь, перед весом-то как хуйня, блядь. Это кто, блядь? Давай, у тебя три попытки, короче. Макс? Кто мог сделать, блядь? Макс? Казал. Ну, блядь. Да ты прям, блядь, этот, нахуй. Пикассо. Да вообще, блядь. Стивиш, напиши по поводу вот этой идеи на форуме, я узнаю. Я тебе в скайп скину, ты не забудешь. Пиши на форуме, чтобы эта идея не потерялась, потому что я же, блядь, проебу. Да ты не ссы, короче, завтра на форум. Пиши на форум, заебал. Блядь, зачем форум, зачем заговаривать, блядь, этим бредом? Он для чего нужен-то, ёбка? Ну, блядь, я что-то обжигал. Блядь, я что-то обжигал. Не, просто, по крайней мере, Вен, блядь, вот, ему, это, ему задать вопрос по этому поводу. Он по аппаратной части охуячего знает. Я задам вопрос, моему другу реально ли это сделать, и каким образом это можно реализовать. Ну, давай, кто-то не поднимает, короче говоря. Нет, давай ты его сделай, потому что я уже не помню, что ты мне сказал. А-а-а, ты сонтал, как нахуй, по матрице. Давай, шматрицей. Мастер Андрей. Просто идея здравая, по поводу экранчика и по поводу передачи. Это все довольно интересные штуки, которые можно реально как бы запилить. запилить. А прикинь, за тот самый кражок, и китайцы уже что-то такое сделали. Хуй там, ёпта. Просто самое интересное, вот, допустим, к тому же иксбоксу, да, вот так вот, например, я вот сейчас вот смотрю на его жопу, ну, можно было тупо сделать как а-ля... Экранчик, да, вот этот, который цепляется там за его бока, непосредственно питание, которое бы был как не переходник, короче, да, а то есть как а-ля сквозное, ну, как вот это вот а-ля папа-мама, да, короче. То есть ты вставляешь питание от иксбокса непосредственно в гнездо экрана, короче? Ну, так, гнездо экрана ты вставляешь непосредственно в иксбокс, то есть у тебя питание шло и на экранчик, и на коробку. Не, ну, погоди, а бокс, он, у него где-то... Слушай, а, чё говоришь? Не, просто экранчик, он же не 220 кВ, понимаешь, там, там, ему нужно бы понижать напряжение. Вот, поэтому я вот их хочу узнать, потому что там надо посмотреть, прикинуть, и если будет возможность, то на экранчик вот это посадить какой-нибудь или фильтр, или ещё что-нибудь, чтобы оно... Ну, короче, ты меня понял. Примерно. Вот. Собственная идея, это здравая, как бы, если сказать, и это, в принципе, можно даже поставить на поток, потому что это было бы очень, блядь, полезно. По крайней мере, вот, для тех же фуанов и т.д. и т.п. В принципе, можно сделать форм-фактор один и съёмную вот эту вот штучку, как она называется, эти... гнёзда просто, и всё. И было бы, было бы вообще хуяно таки. То есть, непосредственно на плату въебать какой-нибудь контроллер или ещё что-нибудь такое, и всё. И будет счастье. Скажем так. Просто ты надо вот эту тему развить как-то, от пастошачьего доказать будет, и, блядь, почему, блядь, нет, собственно. Мы от этого ничего не теряем. Просто, блядь, девич, у нас... Почему-то все наши разговоры, вот, от таких вещах, они у нас остаются разговорами. Надо хоть что-то, блядь. У нас зашло разговоры. Большое ощущение, счастье, такие бредовые, блядь, что я с них сам охуеваю. Не, знаешь, самое интересное то, что... Ээээ... Подред, он будет... Я... Я так думаю, я... Сам бы такую встречу купил, и много бы кто-то сделал. Так, сейчас, секунду, смотри, я подумаю, мясо переверну, иначе... Давай, давай. Да, бизнес-идей в прямом эфире. Я думаю, что это весьма хорошая вещь, как бы, и полезная, как бы, для тех же, там, поездок, и прочую скринь, как бы, с учетом того, что брать, например, 10-дюймовый дисплей, да, вот, ну, как бы, взять матрицу, привинтить туда платку с контроллером питания, ну, как бы, и непосредственно еще это... Взять, например, взять того же Порма, да, вот так вот. Он мотается, там, в Россию, в Америку, потом, может быть, будет мотаться еще куда-то, он таскает с собой этот ебаный телевизор. А по факту, если у тебя будет экранчик, который будет выдавать качественную картинку, то тебе и теризор, то, нахуй, не нужен будет. Правильно? Правильно. Ну, не знаю. Не, маленький гранчик все-таки это маленький гранчик. То есть, а так вот, больше походная, реально, то есть, вот, как правильно там... Так, на это и рассчитано, собственно. То есть, не для постоянного использования, хотя для постоянного использования, почему бы и нет, собственно. Вот. И для, вот, походного варианта, то есть, ты куда-то поехал, ты хочешь, блядь, играть, нахуй, и, блядь, ты будешь играть. Правильно? Правильно. То есть, например, вот тут, уезжая, там, в ту же самую ебаную деревню, где, нахуй, нет, блядь, у тебя большую плазму, там, вот, вручей хрени, да, вот так вот. Это была вообще незаменимая вещь, как мне кажется. Ну, не знаю, может быть, ключ. Ты, короче, пиши, я поспрашаю, а там народ, мы, блядь, я, я постараюсь развить эту тему, если получится. Мне даже самому интересно, как это всё будет, ну, реализовываться, поэтому присоединяйтесь к обсуждению и, я думаю, своими силами вместе ЧП, как там, ИП гараж будет работать. У нас, и гараж, это уже не ИП, это уже ООО. А, пускай будет, не, будет ЗАО, а не ООО. Окей, ЗАО. Просто, блядь, я знаю, что у нас есть много адекватных, умных людей, у которых есть куча каких-то полезных идей, которые, которые реально можно реализовать, и от этого будет толп. Просто у нас всё остаётся, он на уровне срач и пиздежат. Пупечай. Я сейчас порву. Блядь, это вообще... Ещё телепортируют, блядь, вместо... и лично телепортируют, пидорасы. У тебя чё-нибудь помощнее есть? Отсюда. Ну, видно. Хэ-хэ-хэ, здорово. Здорово, пони. Ты тут пропустил горячее обсуждение. Всего и вся. Короче, Кивич, создавайте ему на форуме, будем, блядь, потрошить нахуй. Досконально. Потрошить. Что обсуждали? Ну, блядь, короче, тема про портативный дисплей для кристалла, грубо говоря. Хэ-хэ-хэ. Потому что, если мы всё, в принципе, грамотно обрисуем, как бы, можно тоже тему на Kickstarter кинуть и посмотреть, сколько народу это... Ну, даже так, да. Ну, даже так, да. Потому что, ну, можно даже хуже собрать деньги, прикинуть, там, по всем расчётам, посмотреть, сколько людей это реально путать, как бы... Ну, ну, для начала предзакажут, а там уже, как бы, там уже посмотрим. И на основе этих цифр уже можно будет о чём-то реальном... Хэ-хэ-хэ. Там, да, на картофель и салат собирались, блядь. Ну, да. Больше 1000 вузов. Туда надо бомжам идти, которым жрать ничего. Туда надо бомжам идти, которым жрать ничего. Да, да, да. Так что, на самом деле, как бы, я предлагаю раскрыть эту тему, как бы, мне кажется, она более-менее такая, рамотная, по сравнению с тем, что там, чё-то, блядь. Пытаются запилить какую-то хуйню, наверное. Хотите, мы вам сделаем, блядь, кофе, которое будет показывать вам новость и прочее? Хе-хе-хе-хе-хе. Да, да. По пингу. Тяжело, как. Тяжело, как. Тяжело, как. Саня, наверное, конфуку держит. Тяжело, как. Да, да. Да, да. Да, нет. Я иду. Сейчас кусать. Тяжело, как. Ну, Магза закончил. Тяжело. Попрошу тебя перес... Потому что у меня что в очереди. Хе-хе. У меня взять, там, блядь, где. И цены и т.п. Огонь... Ох, блядь. Вот и... С хуя себе, блядь, я че вам? Шпион, блядь, через лазер 3. Саня, Сивич Макс и Ясен. Да. О, ора, дай. Хочу тебя не забавить, ты давно ищешь что-нибудь? Слушай, давай позадем к этому вопросу, это же дело такое простое Сейчас халло начнется, конкурс создадимый, начинай себя, ёпт Да-да-да Забегай-ка Сейчас звук пиздец, потому что я держу колку и у меня опять как-то хуйня с интернетом, поэтому... Сейчас кивич пересоберёт и всё будет Галиф Получено новое задание Хоп! Получено новое задание Получено новое задание Хоп! Хоп! Так, куда мы припёрлись, хоть знает, как говорится. О, нихуя себе, прям в спину, блядь, охуенно, так, ну, я, я пока отрублюсь тогда с тобой, это, окей, щас, пока успеть сделать, кивич пересобирает. Туру, 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 хер поймёшь, кого первым убивает, отец за лопа сверху стреляет. Да, турель порождения сатаны, да. Они ещё и ракетные есть. Ах ты, педрила. Да. Так. Так, окей, Санька ещё закинул. Ох, блядь, вот теперь ищи, блядь, откуда эта погонь. Ага, он. Окей, мы с вами. Получено новое задание. Получено новое задание. Да, как оно это самое. Ресурсы-то засрало, что он что-то. Ну, он логично, да, это дефолтное сообщение, оно из основного пака берётся. Савер закидывает. Получено новое задание. Ох, блядь. Так, оказывается, не дефолт. Это был лол. Ой, блядь, пока это залуп поднимется, уже 20 лет пройдет. Так, сюда, там дальше. Здорово. Ага, здорово. Здорово. Просто набрали краски, когда я до босса бежал. А, у тебя там всё ещё до 3? Ага, ну я приехал с курса теперь. До 3 снова. Да и нравится мне эта пушка, она клёвая. Погоди, а сколько там это ещё раз продлевается-то всё это, длится? Сезон месяца 3. Ага. Ну, 2-3, то есть, по-разному были сезоны уже, которые... Даже те, которые я играл, один был там месяца полтора-два, следующий был 3. Это не знаю. Чё, шмотки какие-нибудь стоящие находил, стоит вообще того. А теперь они же не... их нельзя продавать через опцион. Ну, это... Опцион выпустили. Не, ну так-то у меня сейчас уже топовый шмот вполне мне осталось доделать там несколько вещей. Я чё-то пытался, блядь, на крестоносца нафармить, блядь. Ну, крестон вначале фармить тяжело достаточно, потому что он не дамажит практически. Я-то даже на истязаний на первом довольно тяжко живёт. Ну, я сейчас же ввели 10-е истязания, ещё всё. Я сейчас свободно, вот, третий день сезона, я фармлю свободно 8-е истязание. То есть, сегодня я планирую дойти уже до 10-го, до фарма 10-го. То есть, в принципе, я на днях буду, скорее всего, провозить народ из Реала, своих знакомых погущицы, по-моему, если кто-то хочет поиграть, не без проблем. Но, опять же, в этот раз я играю на софте, а не на хардкоре. Потому что на хк у меня сейчас, по сожалению, наверное, времени не будет. Ну, по крайней мере, на софте я играю, я могу смотреть стримы и играть просто тыкой-кнопочками куда-то. Потому что сдохнуть, но ничего не будет. А в D3, а в на хардкоре такое уже не прокатывает. Че, кейш, ты опять играл в этот? В ODS? Да нет. Я же на работе, как бы, по-моему. Ты что сейчас знаешь? Нет, нет. Как бы некоторым людям это не мешало. Нет, нет, на работе в D3 это жестко. Я не знаю, может, на лапсу запишусь, посмотрим. Мне еще надо кору дать, наверное, сначала ее, а потом буду в D3-очку потихонечку. Кору не повторяю. Ну, она такая, для игры по фильму-мультфильму, она его вполне любит. Да, но неплохо их... Нет, сам даже разок прибежать просто достаточно интересно. Ну, а что, да? Как игра на раз такая... Она не кривая, она приятная. Ну, кто бы хотелось бы все же, задники получше, что и задники периодически очень плохие. Ну, да. То есть, вот это меня очень сильно расстраивало, когда я играл. Блин, вот опять чувак, и сидит на, как раз таки, на шестом тизане, достаточно высокая сложность, 65-й парагон, блядь. Я сюда дошел где-то на 500-ом. У него шмота нет, он думает, что ему сейчас что-нибудь дадут. Единственное, что эти могут дать... Да, открой портал, конечно. Проходи, вы сами теперь. Зато мне сегодня объяснили, почему народ, с которым должен был со мной начинать играть, не начал. Здесь работка, работка. Смесь с админов, все дела. Не, ну с работы стримить, не ам. Вообще не понятно. Это что было? Это я. Так, все. Ты, Макс, ты там все, да? Нет, еще. А, ты загоняй, да. Вот смотри, на нас вчера ты орал. Кто чокал, кто на кого? Вот вчера ты возгущался. А? Ули там, блядь, уже 9 часов было, а вы больше играть. У меня уже был 10. Здесь не 11. В смысле, это же самое? Самар, у меня плюс один. У нас недавно часов поезд другой, у меня плюс один в Москве. Опять? Ага, не залипали. То есть я только привык к московскому, а начал нормально жить. Ну а тут такой, опа. Я, я, я старатую же, у нас такой хуйни нет. Но вот это самое смешное, потому что у нас есть, я плюс один, у меня сейчас уже 10. Доходим. И это грустненько. То есть вот эти, во-первых, смотреть что-то неудобно, по понятным причинам. Ну, понят, услышал кто-то с Самарой, да? Аймон с Самарой. Ну, вот сейчас покипуем в чат. С одной стороны, еще никто не пошутил про Самару городов. Ну, у меня в голове мелькало, но... Боян. Слишком близко, чтобы шутить на эту тему. Ну да. У нас с Самарой, как-то хуйня происходит. Да, опа. Хороший гоблин упал. Смесь, смесь, смесь. Ты не паачь. Так, ну ладно, на этом я, наверное, сегодня закончу. Продолжим пострадать в этих лабиринтах уже в следующий раз. Всем спасибо, сейчас не разбегать, сейчас Саня запустит. Хало. Всем пока. Пока.